приветствую вас дорогие друзья занимаюсь сегодня посадкой растений на фитильный полив так как не смогу уделять слишком много времени поливу растений а мне нужно чтобы был у них хороший прирост поэтому в данный момент я проведу работы со своим фикусом карликовым этот фикус называется еще фикус пумила то есть он вот такой вот совершенно имеет вид как такое вот ампельное растение но на самом деле это фикус смотрится он очень эффектно и выглядит так же декоративно то есть свои вот эти вот листья он сохраняет надолго я его расчеренковал утром и до момента посадки он у меня был просто в воде ну а теперь пришло время посадки и я займусь посадкой его на фитиль итак друзья первое что я буду делать это так же самое как и я вам показывал в прошлом видео я беру свой горшок в котором я буду выращивать это растение у кореня вот у меня есть такие вот стаканы пол-литровые в которых удобно становится вот сам этот вазон так тут я взял два стакана один верну на следующие посадки вот видите друзья этот стакан идеально становится вот в этот стакан для воды то есть рассадочный вазон становится сюда и так же само повторяю все операции которые я делал напоминаю вам что на дно я обязательно кладу какой-то материал в данном случае это вата вату я когда-то не ложил не добавлял ну и в общем вода была мутная ее приходилось менять а земля при определенных обстоятельствах если там вы их переносите она имеет свойство высыпаться из вот этих вот отверстий тем более если их там очень много значит она будет высыпаться ну вот первый шаг сделали теперь второй шаг друзья это фитиль длина фитиля должна быть две длины вашего стакана то есть вот у вас одна длина стакана обязательно фитиль должен доставать до дна можно и больше но не меньше и вот я его отрезаю здесь получился вот такой фитиль дальше я беру продеваю через совершенно любое отверстие этот фитиль в сам вазон сейчас я поправлю эту вату она съезжает но это быстро вот вот так можете использовать синдепон и подтягиваю свой фитиль таким образом чтобы он еле-еле доставал до дна вазона не вазона а вот этого вот стакана в котором он растет итак первый шаг сделали дырки закрыты и у меня уже есть подготовленный субстрат который состоит из грунта на основе водорослей это может быть совершенно любой грунт это может быть и торфяной это может быть и листовой грунт это может быть и кокосовое волокно в смеси с чем-то но друзья обязательно добавляйте туда агроперлит или вермикулит вот он уже здесь добавлен для того чтобы лучше аэрировалась почва насыщалась таким больше воздуха быстрее просыхало и чтобы не было загнивания у корней можете добавлять туда мох сфагнум но мох сфагнум я добавлять не буду этот грунт и так очень хорошо держит влагу и если он даже пересыхает ну а так как это фитильный полив то конечно вряд ли он тут пересохнет значит мох сфагнум я не добавляю и я раскладываю этот фитиль вот так даже если получается у вас не полное кольцо друзья ничего страшного все будет расти в нем точно так же можете делать полное кольцо можете не полное я пробовал и так и так растет одинаково главное чтобы доставало до дна вот стакана тот фитиль чтобы всю водичку которую вы растению налили растение из расходового вот и все вот наполнил я вот этот вот стакан и беру теперь и буду высаживать свой карликовый фикус фикус помилу в этот вазон и так друзья так как фикус он довольно прочный значит я его просто слегка засовываю и совсем чуть-чуть приминаю он и коренится и так очень быстро так друзья тут большая ветка я ее друзья не разрезал поэтому я ее сейчас возьму и буду разрезать так как я это в свое время когда я его черенковал я это не сделал поэтому беру срезаю вот получился один черенок вот отсюда еще один черенок ну и вот вот здесь еще так же получится хороший черенок так друзья смотрим ну эта ветка пусть отрастает она обрастет вот этим вот побегами и все у нее будет нормально декоративно свое она сохранит но я ее посужу в середину в самый конец в самом конце значит нижний лист я так же могу удалить он мешает вот вставляю сюда и слегка приминаю совсем чуть-чуть такие вот мелкие также у меня есть такое правило я все мелкие самые ростки сажаю по краям так как по краям во первых это удобнее всего сделать а во вторых по краям маленьким черенкам будет доставаться больше света и у них будет больше воздуха который нужен корням так друзья проверяю вот это вот вверх вот это вот низ как я проверяю я смотрю вот на сейчас фокусируется вот я смотрю откуда идет росток сейчас простите вот росток идет отсюда значит это верхушка вот еще идет росток тоже верхушка значит я его сужаю вот так тродесканцию так как так как если черенки у вас из средней части то легко перепутать а где же там вверх а где же там низ но все определяется так это тоже такой черенок я его ближе к серединке посажу так еще одну тродесканцию нашел значит тродесканция направляется вот сюда тродесканцию я посажу пусть там укореняется я ее не досадил они были все просто в одном этом стаканчике так здесь друзья точно так же проверяю вот верхушки значит это направление куда будет расти значит вот так и сажаю так идем дальше тоже такой росток покрупней значит я его посажу ближе к серединке так вот еще один черенок этот фикус растет очень быстро он обрастает такими плетьями можно делать ему опору можно делать будет он у вас свисать но естественно как и все любые фикусы он такой требовательный к освещению и если света будет ему недостаточно значит расти он будет не так охотно так как у всех фикусов есть такое правило если на точку роста не попадают прямые солнечные лучи или нету искусственной подсветки хотя бы несколько часов в день значит фикус будет расти не такой крупнолистный не такой разветвленный как он мог бы расти если получал бы достаточно света так друзья вот еще одна ветка ту которую в середину я планировал садить вот я ее в середину и сажу я их не уплотняю лишь бы так вот они росли ну и последняя друзья ветка вот такой вот череночек обрезанный тоже у него верхушка срезана так как я максимально их нарезал как-то возможно и вот еще одно место остается и вот посадим его сюда можно и поглубже вот так как черенок сам длинный так посадили дорогие друзья мы и вот эти вот листья я забираю ну и теперь поливаю поливаю я как обычно после посадки сверху и поливаю по краям сначала земля особо не усаживается а потом уже так слегка посредине когда я поливаю то во-первых поливается растение как обычно а во-вторых намачивает намок вот этот вот фитиль он промокает вот уже вода пошла этот фитиль намок и соответственно он уже начал работать вот так вот друзья вот так вот посажен вот данный фикус фикус помила и пожелаем ему бурдого роста и хорошего здоровья равно как и вам друзья живаю я всего вам хорошего ставьте лайк если видео было вам полезно делитесь данным видео подписывайтесь на канал делите своим опытом и всего вам самого хорошего и доброго друзья до новых встреч